Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Пашкевич Анна. Если у вас плохо растет и развивается рассада посленовых культур, томатов, перца, баклажанов, то скорее всего проблемы с грунтом, с неправильно подготовленным или выбранным. Когда мы готовим или выбираем грунт, необходимо помнить, что посленовые культуры, которые в среднем растут в рассаде 60-80 дней, крайне требовательны к субстрату. В частности, субстрат должен быть влагопроницаемым, воздухопроницаемым и должен быть максимально рыхлым. Также необходимо помнить, что посленовые очень остро реагируют на развитие патогенной микрофлоры в грунте. Поэтому предварительно необходимо грунт продезинфицировать. Для этого можно использовать, например, промораживание грунта. Также можно использовать прокаливание грунта. Но имейте в виду, при высоких температурах вместе с патогенами будет погибать и полезная микрофлора. Поэтому, если вы используете прокаливание, то необходимо наш грунт или субстрат заселить полезной микрофлорой. В качестве источника полезной микрофлоры подойдут препараты, содержащие триходерму или сяную палочку. Все препараты лучше использовать в сыпучем или в пастообразном виде. Если мы используем фитоспорин в виде пасты, то тогда готовим раствор из расчета 3 столовые ложки на 10 литров воды. И обильно промачиваем наш субстрат. А биопрепараты в сухом виде необходимо размешивать в небольшом количестве субстрата для их равномерного распределения. Если мы используем сухой субстрат, в который внесли биогранулы, то необходимо его промочить и дать постоять в течение 3-5 дней для активации полезной микрофлоры. А сейчас я вам расскажу о том, как приготовить субстрат для конкретных посленовых культур. Для томатов, а также для перцев и баклажан. Для томатов необходимо взять по одной части разрыхлителей перлита и вермикулита, также одну часть биогумуса, две части разрыхлителя в виде кокосового субстрата и 5 частей верхового торфа. Для перцев и баклажан необходимо взять по одной части разрыхлителей перлита и вермикулита, две части верхового торфа, две части биогумуса и четыре части кокосового субстрата. Чем же отличаются эти субстраты? В частности кислотностью. Томат любит более слабокислые грунты, а перцы и баклажаны нейтральные. Поэтому когда мы снижаем количество верхового торфа, то мы уходим в сторону более нейтральной реакции грунта. Также обращайте внимание на кислотность торфа, которую вы приобретаете. В частности низинный торф будет иметь кислотность в среднем 4,5-6, а верховой торф от 2 до 4, то есть будет более кислым. Если же производители говорят о том, что верховой торф имеет более нейтральную реакцию, то он раскислен путем добавления различных веществ, например доломитовой муки или извести. Помимо этого необходимо помнить, что и перцы и баклажаны крайне негативно относятся к любому травмированию корневой системы. Иными словами, для них необходимо создать условия максимальной рыхлости грунта путем увеличения разрыхлителей и снижения количества торфа. Все компоненты почвосмеси перемешиваются, при необходимости дополнительно проливаются водопроводной отстойной водой и субстрат готов к применению. Уверена, что благодаря этому видео вы подготовите идеальный субстрат для развития ваших посленовых культур. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. Всего вам доброго!